Разозлилась Аматерасу на брата за его проделки, закуталась в сияющий плащ и удалилась в грот, а вход завалила огромным валуном. И поклялась не выходить оттуда, покуда Сусану О не удалится в страну Йоми, ибо лишь там ему настоящее место, правы были отец и мать. В ту же секунду весь мир погрузился во мглу. Не отличить день от ночи, а ночь от дня. Птицы перестали щебетать, ведь гнезда и выводить птенцов. Деревья больше не плодоносили, а рисовые поля погибли. На земле воцарились мрак, холод и ужас. Собрались боги на берегу небесной реки и стали думать, как убедить Аматерасу вернуться на равнину высокого неба. И придумали. Из звезд сложили священное зерцало, а из драгоценных камней – ожерелье. И устроили самый настоящий праздник. Музыка, танцы, состязания воинов. А у самого входа в грот поставили огромный птичий насест, на который усадили петухов со всех окрестных деревень, чтобы те кричали «Ку-ка-ре-ку!» Возвещая о наступлении утра. Весь этот шум и гам за стенами пещеры очень удивило Аматерасу. Чуть-чуть подвинула она валун, чтобы выглянуть в самую щелочку. Но хитрые боги поймали ее взгляд в зерцало и солнечными зайчиками вернули на небеса. А о том, чтобы никто не помешал этому радостному празднику, боги позаботились заранее. Они изгнали Сусану О в страну Йоми, предварительно хорошенько наказав его. Да так, что вредный и злющий Сусану О уже никогда больше не смел показаться на глаза своей старшей сестры небесной правительницы Аматерасу.